Добрый день, друзья! Сегодня рассмотрим 3D гравировку в возможных вариантах. Сегодня сделаем даже 3D гравировку либо псевдо 3D по 2,5D технологии. То есть это по сути технология 2,5D. То есть формируется послойная выборка материала, либо мы рассмотрим вариант послойной гравировки 2D и получаем такой вот объемный рисунок. Да, можно делать на титане, на нержавейке, на латуне, на чем угодно. Итак, на каком же оборудовании вообще можно это все выполнять? Рассмотрим по порядку от простейшего, это использование серых плат управления именно вот с такой пометкой, программное обеспечение Laser Emboss. Использует Laser Emboss именно карты высот и послойное разбитие, то есть от градации серого, то есть от светлых тонов до черных тонов и соответственно постепенная их выборка. Такие платы продаются, быстро выходят из строя. Кому интересно, обращайтесь, телефончик оставлю обязательно в описании. Стоит в принципе недорого. Альтернативный вариант 3D гравировки использования именно лицензионных плат управления, у меня не нашлось в мастерской именно полной сборки, есть у нас в мастерской дима-собираемого оборудования. Суть в том, что данные платы управления можно в принципе запускать под Light Burn, но есть некоторые сложности и уставки танцев с бубном именно с драйверами, то есть нельзя работать под эскадом, когда работаешь под Light Burn, и то же самое наоборот, когда работаешь под эскадом, нельзя работать под Light Burn. То есть нужно сносить подчастую, кто будет пользоваться Light Burn на лицензионных платах управления, сразу говорю, что если вы работаете под эскадом, то сносите полностью Light Burn. Если работать под Light Burn, то сносите полностью ESCAD. Тема закрытая, больше эту тему не понимаю, потому что очень много возникает проблем, когда люди пытаются поставить на свой компьютер именно ESCAD, но при этом работали ранее на Light Burn. Есть следующий вариант, опять же, работа под серыми платами управления, есть родной плагин под 3D-гравилку под разбитие, то есть, собственно, использование, опять же, файлов именно STL, но данный плагин работает некорректно. Третий вариант – это работа с танцами с бубнами, то есть самостоятельно заниматься разбивкой данных материалов, либо еще один вариант использования платы именно DMC, вот это идет, опять же, плата управления под ESCAD 3.0, то есть DLC, то есть, собственно, извиняюсь. Вот, такие платы управления работают стабильно, корректно, используют полностью всю оперативную память, они идут 64-битные, опять же, они используют ключи, обязательно, донгл, то есть здесь куча, 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 куча нюансов, но данные платы управления хорошо пережевывают в своем программном течение именно файлы STL, в чем и есть, собственно, огромное преимущество. Ну и третий, наверное, скажем, такой ходовой вариант, который сейчас будем рассматривать, это работа от компании XTool в программном обеспечении XTool Creative Space. Будем сегодня использовать с вами станочек именно XTool F1 Ultra по 3D гравировку. Какую же мы будем делать 3D гравировку? Есть у нас два варианта по 3D гравировке, одна тема, это, скажем, такая церковная, то есть я в нее не лезу, я, скажем так, сторонник всех этих дел, вот, и есть тема полностью альтернативная, байкерская, будем делать сегодня и то, и другое. Используем зажигалку сегодня с покрытием не 3D титан, тоже есть наличие в продаже, если что, телефон будет также в описании. Все вопросы, которые будут связаны именно с данным оборудованием XTool F1 Ultra. Ребята, ссылочки оставлю в описании, переходите, задаете вопросы по поводу приобретения, гарантии, сопровождения и всех других вариантов, все будет в описании. По этим ссылкам сможете прийти к официальным дилерам, которые продают у нас его именно в Москве и, соответственно, задать им все максимально вопросы, связанные с данным оборудованием. Мне оборудование было предоставлено полностью бесплатно, поэтому я его использую именно для каких-то приносовых целей. Про эти цели я опять же вам показываю, рассказываю и мы проводим с вами тесты и демонстрирую, насколько хорошо получается данный результат. Начнем наше изучение с того, что где брать вообще файлы именно в формате STL для формирования именно картовый софт. Я использую в данном случае этот сайт freeestel.ru. Также есть много альтернативных сайтов, также есть база большая макетов именно у меня, которые находятся в продаже и может воспользоваться больше 5000 именно STL файлов, которые можно будет поменять для гравировки. Итак, смотрим подходящую тематику здесь, либо переходим здесь именно в тематику религии. Покажу именно тему, которую использовать будем сегодня в нашем проекте. То есть гравировка креста именно объемного, он где-то будет вот здесь. Найти на самом деле не сложно, просто пролистайте, выберите то, что именно вас заинтересует по качеству, по исполнению, опять же по гравировке и полностью с вами подготовим сегодняшний макет в нескольких программах. Одно из программных запечений, которые будем использовать, это программа запечения именно ArtCam. То есть в ArtCam будем заниматься выдавливанием, убиранием лишнего формата, то есть то, что находится именно в карте высот, то есть то, что нам не пригодится. Опять же некоторые проекты я сохраняю для себя в дальнейшем для гравировки именно на плате управления именно DLC. Такие платы управления хорошо гравируют именно в формате STL без каких-то особых заморочек. Тема религии здесь очень большая, сейчас я пролистаю всю и подберу подходящий макет. Итак, данный макет очень хорошо гравируется, уже было проверено на камнях, на металле, то есть на всех возможных вариациях именно по гравировке. Нравится его объемная структура, простые элементы, округлые формы, то есть собственно детализация также очень хорошая, мне в этом плане очень хорошо нравится. Суть такова, что нам теперь нам галочку, где это все скачать. Ищем внимательно среди всей этой рекламы, вот все, что здесь есть, есть такая маленькая надпись скачать. Переходим в подскачивание. Да, через облако Mail.ru нажимаем скачать файл. Да, я хочу его скачать и соответственно его скачиваем. Попадает он нам в ватт, либо в загрузки. И из загрузок мы выбираем именно сам файл STL. Переходим в программное запрещение, именно Artcam Premium 2018. Используя его, потому что мне как-то более с ним комфортно работать. Для начала создаем рабочее поле, файл New Model. В модели я выбираю размеры 250 на 250 миллиметров, то есть это оптимальный вариант, который я считаю, что для качества гравировки подходит более чем достаточно. Итак, нажимаем ОК. Следующая затея зайти именно в рельеф, импорт, импорт 3D модели. Переходим в рабочее поле, распятие, пишем и получаем формат STL. Открываем в нашем случае и выставляем размеры, которые нам необходимы для дальнейшей гравировки. Опять же наше распятие выходит за пределы рабочего поля, плюс оно формируется немножко не в том положении, которое нам необходимо. Ставим по центру, изменяем размер по высоте, то есть в данном случае это будет вот это значение, хотя скорее всего даже будет это значение. Ставим его в размер 230 миллиметров и нажимаем применить. И снова ставим по центру. Есть. Из нюансов распятие находится у нас вертикально, нам надо его развернуть так, чтобы оно стало непосредственно наше рабочее поле. И по-моему здесь как-то оно очень сильно повернуто внизу сторону. Вращение происходит за счет данных силуэтов. То есть первым мы вращаем по X на значение 90 градусов. Есть. Следующее значение мы вращаем по Y, также на 90 градусов. И третья ситуация, нам надо разместить его именно в плоскости на рабочем столе. То есть ставим опять же по центру, наш крест приспускается, но здесь видите есть небольшой нюанс. Теперь этот нюанс надо подбить именно в ручном режиме. После выравнивания слоя, то есть после выравнивания нашего макета на рабочем поле, очень важное значение запомнить высоту оси Z. То есть нажимаем Ctrl C при выделенном значении и нажимаем вставить. Наша модель формируется на рабочем поле. То есть и есть фактическая высота оси Z. Следующее значение нам надо получить контур именно обтекания нашего креста. То есть есть несколько вариантов. Можем сделать там окружность, можем сделать квадрат и собственно выдавить данную модель для получения карты высот. Но в нашем случае нам потребуется именно контур обтекания. И контуром обтекания мы будем его выдавливать. То есть на самом деле вариации здесь очень много именно по формированию, то есть данного макета можно сделать слайсинг и данным слоем макета здесь выдавить значение нашего креста. Либо сделать обрезку уже фактически нашего креста уже в другом программном обеспечении То есть это либо будет Photoshop, либо это будет CorelDRAW Сделаем простую схему, то есть сохраняем карту высот Переходим, по-моему это будет у нас рельеф Экспорт, сохранить файл как И здесь опять же я на рабочем столе Распятие Файл формата BMP И нажимаем сохранить И в данном случае именно карта высот данного распятия будет сохранена к нам на рабочий стол Для дальнейшей работы переходим именно в CorelDRAW Но опять же по желанию кто-то может работать в том же самом Photoshop Следующий стиль в том, что надо получить именно контур обтекания данного креста У нас здесь идет карта высот от градации самого черного до градации белого То есть градация именно серых тонов Правая кнопочка трассировка изображения высокого качества И наша затея в том, что здесь составить именно значение именно черного маркера То есть получаем максимальное разрешение данной картинки Идет сканирование картинки После ее сканирования смотрим на сколько здесь идет у нас детализация То есть детализация высокая Опять же рекомендуется сделать и больше Но после просчета Если делаем на начальном этапе просчета То соответственно можно получить всякие разные ошибки При формировании данных шаблонов Итак ставим 100% и снова ждем пока у нас просчитается наша картинка Опять же фон удален То есть удаление идет в автоматическом режиме И удаляется именно черный цвет Что нам в принципе делать здесь нет смысла Итак происходит просчет Переходим в цвета В цветах находим тот самый файл Где будет идти именно все полностью по нулям И выбираем все остальные цвета Выделяем верхний слой Нажимаем кнопочку shift И выделяем самый нижний слой Нажимаем слияние Получаем в итоге два цвета То есть цвет черного фона И цвет внутренней заливки Из градации серого То есть смеси градации серого Переходим в настройку В настройках мы можем удалить цвет Из всего изображения То есть задать цвет удаления Опять же происходит просчет К данной картинке Ждем пока прочитается картинка Таким образом получаем контур Нажимаем ok Теперь у нас есть картинка На тыльном фоне И векторное изображение на лицевом фоне Нажимаем ctrl z Переходим в вид каркас Для простой этой работы Правой кнопочкой разъединить кривая Удаляем внешний контур Во внутренний контур делаем обводку Либо оставляем как есть Игровим в таком формате Опять же для красоты И скажем так Более визуализации То есть больше скажем Классической визуализации Делаем отступ от края То есть каким образом Контурируем данный объект То есть контур Задаю контур размером Пускай это будет 5 мм Внешний И создается такой интересный контур Снова правой кнопочкой Разъединить контур Удаляем внутренний контур Либо сохраняем его как шаблон Отдельно Для себя в дальнейшем Он где-то пригодится Выделяем тот контур Который мы создали внешний Через шив добавляем наше изображение И делаем вырезку Методом пересечения Теперь у нас есть картинка Теперь у нас есть контур Которым мы обрезали нашу картинку Можем брать ее в сторону также И есть сама картинка Которая будет подходить под гравировку Нажимаем Ctrl-C Открываем новое окно Формат RGB Нажимаем Ctrl-V И здесь уже в этой картинке У нас есть карта высот Высокой детализации Нажимаем Ctrl-E Это идет экспорт именно картинки Формат PNG Для того, чтобы наши внешние все части Были прозрачными Пишем здесь распятие И формат обязательно PNG Нажимаем экспорт Прозрачность у нас здесь есть Прозрачность именно внешних краев То, что вам не даст Именно гравировать по зажигалке Нашими, скажем так Выборкой пустых мест Нажимаем ОК И переходим теперь к самой гравировке Либо подготовке макета под гравировку Программа обеспечения XTool Creative Space Очень интересная предложка В которой есть постоянно много новых обновлений Добавлений Это версия 2.1.12 версия Много тут фишек Опять же, рекомендую регистрироваться Потому что добавляется много функций Которые можно, допустим, использовать И тот же самый Итак, открываем новое окно У нас уже станок наш подключен Должен быть пикнул Отлично Есть новые функции здесь Так, следующий Да, тут много-много-много всего сделали интересного И здесь появилась долгожданная Классная функция Так, нам подсказывают Мы сегодня только лишь обновились Окей, пуск Функционал очень удобный Загрузка нашего изображения Именно распятие Так и пишем здесь распятие И выбираем именно формат ПНГ Да, масштабировать Но опять же, мы все равно будем масштаб Загонять под свои цели и задачи В нашем случае делаем, опять же, замер нашей зажигалки В среднем значении ширины составляет Приблизительно 34 мм Мы не будем гравировать на всю полную ширину Поэтому задаем именно размер нашего макета Шириной Ну, ориентировочно, скажем так 32 мм Нажимаем применить Загоняем наш объект Именно в центр рабочего поля Тем самым будет проще нам гравировать И формировать данный рисунок Под тиснение Задаем, опять же, параметры под гравировку То есть, у нас есть, опять же, отдельное окошко С правой стороны В чем, собственно, сделали удобство На самом деле Это было лучше, чем было всплывающее окно ранее Итак, мы будем, опять же, гравировать Именно оптоволоконным лазером Количество слоев 256 Мощность мы используем Ну, скажем так, практически номинал Который не повредит нашей оборудовании При этом будет работать корректно Скорость гравировки составит 600 мм в секунду Проходов 1 Линии в сантиметре Чем будет больше плотность нашей заливки Тем будет лучше детализация в данном случае Итак, угол вращения 15 градусов Я не рекомендую ставить То есть, это тот самый угол, который через 6 углов попадает То есть, через 6 проходов попадает под 90 градусов И через следующих еще раз 6 проходов попадает под 180 градусов Тем самым, после определенного количества проходов вращения Попадают также те самые заходы Поэтому угол вращения ставится либо 14, либо 16, либо 18 градусов То есть, скажем так, можно от 12 до 20 Но чтобы не было совпадений при каком-то количестве проходов В нашем случае поставим 14 градусов Частота 30 кГц, собственно все хорошо, все адекватно Теперь проверяем высоту и нажимаем Go to process Один из больших плюсов данного программного запечения Это то, что оно делает просчет именно времени гравировки В нашем случае составляет всего лишь 2,5 часа Это на самом деле немного Но опять же мы гравируем с вами латунь И выборка материала будет происходить не так глубоко, как хотелось бы Учитываем опять же толщину нашего материала Нажимаем назад и делаем 2 дополнительных вещи Это выставление фокусного расстояния Оно возможно в автоматическом режиме Но опять же мы используем с вами зажигалку именно зеркальную И выставление фокусного расстояния в автоматическом режиме здесь, к сожалению, не получится Можно также в ручном режиме прописать наше расстояние То есть в нашем случае это будет ровно 13,5 мм Нажимаем Enter И у нас фокусное расстояние выставляется автоматически на заданное нами цифрами значение В чем и есть огромный плюс Следующие плюшки, которые есть опять же у XTool F1 Ultra Ну, блин, грех не именит Используется, потому что здесь облегчает жизнь во много-много-много раз Итак, у нас есть с вами изделие Есть у нас опять же проект, который мы с вами планируем клавировать Мы можем его с вами автоматически, не заморачиваясь, сфотографировать То есть используя камеру именно данного станка Опять же, учитывая, что наше изображение находится здесь на зажигалке, которая именно очень сильно зеркалит Выставить по необходимости в том или ином месте позицию гравировки Ну, не будем сделать ее слишком сильно вверх Вот, и выставим приблизительно где-то в этом месте Опять же, нажимаю обравление и смотрю положение нашего объекта Непосредственно на зажигалке К сожалению, зажигалка у нас идет зеркальная Поэтому посмотреть все моменты не получится Либо нужно ее заматировать спреем, либо залапать грязными руками Нажимаем остановить обрамление и переходим в go to процесс В итоге нам надо нажать только лишь кнопочку пуск и нажать пробел непосредственно под саму гравировку Итак, мы выставили все необходимое фокусное расстояние Габаритное положение, снимок нашей зажигалки Огромным из плюсов недопущения косяков, по крайней мере, по гравировке Это такой вот DSP-пульт В чем его плюс? Огромный, по крайней мере, я вижу сейчас, что мы будем гравировать это раз Вижу, что мы будем использовать именно волоконник инфракрасный То есть в этом, ну, как бы есть огромные плюсы То есть визуально мы знаем, что мы здесь ничего уже не испортим Плюс мы также можем с этого пульта загружать файлики И работать, в принципе, практически без компьютера В нашем случае классическая 3D-гравировка, 2,5 часа Запускаем процесс, не забываем про вытяжку обязательно Вытяжку мы будем использовать нашу стационарную То есть именно, которая идет в офисе центральной Или централизованной с выходом на улицу через фильтра Да, красота неописуемая Все супер, все круто, кроме некоторых моментов Полировал я, соответственно, на войлочном круге Но он был грязный и очень сильно все поцарапал В целом, читаю зачетно, глубина выборки здесь довольно-таки прилично Толщина составляет в среднем 1 мм Но больше 50% гравировку у нас здесь выбрало Детализация тоже хорошая Но, опять же, повторюсь, данный макет я патинировал таким способом И, соответственно, в дальнейшем потом полировал Выглядит, ну, скажем так, без яркой подсветки Выключим, она здесь мешает Выглядит достойно Да, центральная часть, за счет того, что мы сильно все-таки полировали долго Она стерлась, но при этом детализация, если присматриваться, все-таки там она есть Вот, и в этом плане, конечно, именно XTool F1 Ultra Ну, скажем так, один из простых станков, который может это выполнять без каких-то особых заморочек Время ушло у нас 2 часа 20 минут Вот, то есть за один день таких зажигалок можно сделать порядка, получается, 5-6 штук При большом желании, собственно, опять же, оборудование ставится в работу Потом оно само автоматически включается Сейчас, в нашем случае, станок выключился Но мы можем его таким вот образом подключить и запустить дальше процесс То есть это не напрягает, если вы данное оборудование оставляете, допустим, на ночь без присмотра Я что-то делать не рекомендую, но кто-то так обычно бывает делает Повторим вторую ситуацию, аналогичную, полностью то же самое, только с Харли Дэвидсоном Вот, и посмотрим, что с этого выйдет То есть 3D-гравировки на зажигалках, это не фантастика, это все реально Вот, можно также делать, допустим, просто выборку материала Отдельно отгравировать 3D-модель на латуни и просто сделать сюда банально вставку Без каких-то особых заморочек Тоже будет выглядеть довольно-таки круто и прилично Специально на этом этапе я не стал обрабатывать заготовку Глубина выборки приличная Здесь, собственно, опять же, по времени гравировки 3,5 часа Единственный был страх того, что возможно, что такая гравировка у нас догравирует насквозь Что, в принципе, вполне вероятно, так как глубина выборки здесь, ну, прям, порядка полумиллиметра, может даже чуть-чуть побольше Итак, делаем обработку данного проекта Полируем, потенируем, опять полируем И смотрим, что с этого выйдет в конце Конечно, в таком варианте она смотрится, ну, прям, изумительно Давай я поближе Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому И, как всегда, наставление напоследок Мое, по крайней мере, личное мнение, каждый делает выбор сам покупать, не покупать Я лишь показывал возможности оборудования То есть, собственно, может гравировать зажигалки Можно на нем зарабатывать деньги Может делать 3D В ближайшее время рассмотрим, опять же, вариант здесь гравировки Именно с деформацией, скажем так, самого изделия Либо, скажем, кривого изделия Используемый фляжик, тех же самых термосов И много других материалов Проведем обязательно этот тест Да, они, конечно, ввели новое программное обеспечение Это очень сильно удивляет Потому что в тот раз было некомфортно Работать сейчас плюс-минус Получается уже интуитивно понятно Где хотя бы находятся элементы управления в данном станке Опять же, автоматический фокус, который можно делать Понажать его всего лишь одной кнопкой Либо замерить расстояние своего изделия И выставить, соответственно, также высоту оси Z Автоматически, то есть указав просто значение Либо в ручном режиме, собственно, выставляя стрелочками вверх-вниз Замеряя по двум точкам Да, станок себе проработал у нас весь день Провел себе много-много разных вариантов тестов Запусков по выборке, по фокусному расстоянию По гравировке Я понимаю, что данное оборудование, опять же Оно не является супер универсальным Чтобы работало прямо по всем-всем материалам Но в целом тоже неплохо сработало По древесине, некоторым видом пластика Также по металлам работает довольно-таки лучше Чем тот же самый F1 То есть F1 ультра 20 ватт хватает более чем достаточно Опять же, по гравировке по 3D отрабатывается отлично Попробуем еще делать камень, но чуть позже Как всегда, у вас большой палец вверх Все, я провел интересные тесты на канале Гравити-гравировка По поводу пробития оборудования Еще раз, ссылочки оставлю все в описании Можно обращаться в компанию Компании предоставляют гарантию, сопровождение Сервис, обслуживание и многие другие вещи Все, ребят, всем хорошим настроением Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok